Здравствуйте! В эфире Бессарабия ТВ новости в студии Николай Юшкевич. Сегодня в выпуске. В столице Придунавья отпраздновали 225-ю годовщину штурма крепости Измаил. Экс-мэра Белгороднестровского отпустили на свободу. Канал нелегальной миграции перекрыли в Бессарабии. Какой предновогодний подарок получили жители улицы Маяковского в Белгороднестровском, об этом и других событиях узнаете далее. 22 декабря в столице Придунавья отпраздновали 225-ю годовщину штурма крепости Измаил. Горожане вспоминали события тех далеких дней, когда турецкая твердыня пала под натиском войск под командованием полководца Александра Васильевича Суворова. Подробности вам расскажет Галина Величко. Ранним утром 22 декабря у памятника генералиссимусу собрались измаильчане, которые пришли вспомнить события 1790 года, день, когда турецкую крепость взяли штурмом. О том, как это происходило, рассказала старший научный сотрудник, заместитель директора музея Суворова Ольга Панкова. В соответствии с лучшими европейскими образцами хартификации была взята штурмом суворовскими войсками, в числе которых и страшно сражались украинские казаки. В торжественном возложении цветов к подножию памятника великому полководцу приняли участие сотрудники музеев и библиотек города, общественники и горожане. Конечно же, городской голова Измаила Андрей Абрамченко и секретарь горсовета Сергей Чмыга. Торжества продолжились на территории крепости в Диораме. Там измаильчане гости города смогли посетить художественную выставку, посвященную этому великому событию. О ней мы подробно вам расскажем 24 декабря в нашем выпуске новостей. В преддверии новогодних праздников в Измаильском районе не забывают о вынужденных переселенцах. По данным Измаильской райгосадминистрации, в настоящее время в районе проживают около 70 человек, получивших статус переселенцев. Решение вопросов, связанных с их временным пребыванием, требует немало ресурсов, которые не покрываются только государственной помощью. Поэтому для поддержки семей, оказавшихся в затруднительном положении, привлекли всеукраинский благотворительный фонд «Право на защиту». Его сотрудники привезли теплое одеяло, которое распределили между инвалидами, пенсионерами и семьями с детьми. А сейчас мы вернемся к торжествам по случаю 225-й годовщины со дня легендарного штурма крепости Измаил. К этому дню в столице Придунавья подготовили немало интересных мероприятий. Об одном из них наши корреспонденты расскажут более подробно. В музее Суворова состоялся урок по оружию суворовских времен. О вооружении, которое применялись с обеих сторон при штурме крепости в 1790 году, рассказывает председатель Измаильской общественной организации «Успех, развиток, заможность, процветание» историк Иван Татаринов. Одна из наших целей – это воспитание у нашего подрастающего поколения знания и любви к истории. И как бы сегодняшнее мероприятие, которое проходит в музее Суворова, оно посвящено отчасти и этой цели. Тематика мероприятия достаточно проста. Завтра будет отмечаться очередная годовщина штурма крепости Измаил. И сегодня мы хотим рассказать нашим слушателям о том вооружении, которое использовалось участниками штурма с обоих сторон. Интересно это мероприятие чем? В основном мы знаем о штурме именно с точки зрения российских войск, с точки зрения Суворова. А сегодня мы расширим этот ареал, расскажем и о турецком вооружении, как оно применялось, чем оно отличалось от российского и так далее. В качестве наглядных пособий сотрудники музея предоставили экспонаты из большой музейной коллекции холодного и огнестрельного оружия русской и турецкой армии 18 века. Среди них можно было увидеть сабли, шпаги, палаши, кинжалы, ятаганы, ножи, пистолеты, пищалы и мушкеты. Чтобы прицелиться, солдату нужно было, чтобы отверстие в планке совпало с мушкой и произвести выстрел. В гости в музей пришли курсанты учебно-тренировочного отряда морской охраны, на присяге у которых наши корреспонденты побывали месяц назад. Они с интересом слушали об особенностях применения того или иного оружия при штурме крепости Измаил. Нажимался на спусковой плечо, здесь зажимал предремень, он бил по огниву, огнива открывалась, параллельно высекалась искра. Молодым курсантам этот рассказ был особенно полезен. Своими впечатлениями от увиденного и услышанного с нами поделился будущий артиллерист, матрос Вячеслав Цвигун. Так как мы изучаем современное оружие, достаточно интересно узнать и про оружие, которое было применено и пользовались в стародавних временах. Достаточно полезно сравнить то оружие с нынешним, современным, которое мы изучаем. Вспомните, когда вы в последний раз посещали библиотеку. Наверное, многие ответят, это было еще в ученические годы. Однако с тех пор многое изменилось. Чем нынче живут эти хранилища знаний в Белгороднестровском, узнавала Татьяна Карпенко. Запах новых книг всегда будоражит наше сознание. Держа ее в руках, мы ощущаем и предвкушаем историю, которая в ней изложена. Открыв ее, погружаемся в неизведанный мир и начинаем путешествие вместе с автором, сопереживая героя. Эти залы – настоящее книгохранилище. Здесь вы можете подобрать произведение по душе, найти редкое учебное пособие или изучить древний фолиат. Но это лишь одна сторона медали. Иногда случайная остановка библиотеки становится новой ступенькой на пути к неизведанному. И на это есть свои объяснения, рассказывает Лариса Салдунова. Одним из многочисленных направлений в нашей библиотечной работе есть осуществление вот таких программ совместной работы с многими культурно-просветительскими, учебными, общественными организациями города. Совместно с ними городские библиотеки Белгороднестровского проводят ряд социальных проектов. Один из них – университет третьего возраста. Он был внедрён ещё в 2013 году и по сей час успешно функционирует. И обучили основам компьютерной грамотности уже более 400 человек за это время. И сейчас у нас проходят эти курсы по обучению основам компьютерной грамотности. Именно людей пожилого возраста и инвалидов. Совместно с национально-культурными обществами тоже очень тесно сотрудничаем. Особенно с польским национально-культурным обществом. Совместно мы проводим школу изучения польского языка. И первые плоды не заставили себя ждать. Четверо учащихся жителей Белгороднестровского поступили в польские вузы. Библиотекари города дважды побеждали в международном конкурсе «Библиомост», за что получили в награду 28 компьютеров. Благодаря этому у посетителей появилась возможность бесплатного доступа к интернету в образовательных, научных и познавательных целях. Поэтому сегодня мы оказываем очень большой спектр библиотечных услуг. Как традиционных, так и инновационных. И, может быть, даже хочу немножечко и похвастаться, потому что мы единственные в Украине, кто выиграл два проекта и полностью, стопроцентно, не тратя ни одного бюджетного рубля, компьютеризировал свои библиотеки. Также Лариса Солодунова поделилась с нами планами на будущее. И на данный момент библиотекари города разрабатывают еще ряд проектов. Хотя, в общем-то, на посещение своих библиотек мы не жалуемся. У нас в городе и в Сергеевке проживает 56 тысяч населения, но мы практически обслуживаем 25 тысяч. Ну, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше бывает. Конечно, люди приходят с разной интенсивностью. Кто-то очень часто ходит в библиотеки, кто-то приходит эпизодически, кто-то приходит по мере того, как нужно. Но, во всяком случае, у нас массовые публичные библиотеки, куда может прийти любой человек, вне зависимости от возрастного ценза, от социального статуса, от образования, от вероисповедания. Самая главная задача – дать человеку полную и точную информацию. И можно сказать, что библиотекари древнего города Акермана с этим заданием справляются. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Анатолий Лукинчук, Андрей Романовский, Писарабия ТВ Экс-мэра Белгород-Днестровского отпустили на свободу. Апелляционный суд области отменил приговор Киевского райсуда Одессы, согласно которому бывший городской голова Белгород-Днестровского Игорь Нановский был признан виновным в получении взятки и осужден к шести годам тюремного заключения. Действия экс-мэра переквалифицировали со взяточничества на мошенничество и заменили реальную меру наказания условной, с испытательным сроком – два года. Игоря Нановского освободили прямо в зале суда. В Белгород-Днестровском проверяют елочные базары. За несколько дней правоохранители побывали на семи торговых точках города. В ходе рейда окерманские полицейские выявили ряд нарушений, составили несколько протоколов об административных правонарушениях. А у одного из торговцев, который продавал новогодние деревья без соответствующих разрешений, даже изъяли 58 елок и 6 сосен на сумму около 7 тысяч гривен. Материалы дела передали в суд, который вынес решение привлечь ответчика к административной ответственности в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен, сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского отдела полиции. Без этих главных элементов новогоднего праздника не обойтись. Их можно встретить везде. В домах, комнатах, на новогодних елках. Праздничные украшения и, конечно же, виновница всего торжества – зеленая красавица. Как окерманцы готовятся к главному празднику года, узнавала Татьяна Карпенко. Людмила живет в Сарасском районе, мать двоих детей. Работает секретарем в одной из школ, где учится и ее сынишка. Ни для кого не секрет, что уже стартовала череда новогодних праздников и детских утренников. И вот в поисках необходимых аксессуаров к праздничному костюму и не только, она приехала в Белгород-Днестровский. Женщина рассказала, что ее семья уже погрузилась в предновогоднюю суету. Закупают необходимые продукты и, конечно, уже приобрели зеленую красавицу. Нет, нет, у нас традиционно это украшают у нас детки. И мы, они с утра, когда уже у них выходной, они просыпаются и сами украшают. Еще в пижамах бегают, но сами украшают полностью елку. Да, у нас это уже ввелось в традицию, они четко это исполняют. На ярмарке, которая расположена на одной из центральных улиц Акермана, царит настоящая новогодняя суматоха. Мандарины приехали из Греции, как утверждает продавец. Новогодние игрушки, гирлянды, разноцветные дождики – все это можно приобрести по различным ценам. Людмила признается, что такого дорогого в финансовом плане Нового года еще не было. Ценовая политика желает лучшего. Но есть и радостные моменты, рассказывает женщина. К примеру, маленькая дочурка на утреннике будет в роли новогодней снежинки. У нас, в принципе, платье есть, поэтому обычно коронки они сами делают. У нас в школе так заведено. Детки делают сами себе головные уборы, какие-то аксессуары к Новому году. И с Сергеем Михайловичем мы тоже встретились на ярмарке. Сам по профессии дизайнер. У него другая цель. В поисках настоящего Деда Мороза он обошел весь рынок. И все никак не может его найти, признается мужчина. Конечно же, речь идет о фигурке под елку. Но все же в новогоднюю ночь необходимая вещь. Аккерманцам надо пожелать терпения. Ну, конечно, счастья в новом году. Это понятное дело. Ну, немножко, говорит, иметь что-то свое оставить. Никого никогда не слушать, а иметь свое, наше. Как его, ну, аккерманское. Такое что-то, знаешь, такое же самовытое, которое у нас никогда не должны отнять. Мы с ним должны, как сказал товарищ, с ним должны родиться и умирать. Вот это вот. А его все меньше и меньше. Вот так аккерманцы готовятся к новогодним праздникам. И хотелось бы напомнить, что до Нового года осталось совсем немного. И не забудьте в предновогодней суете о самом главном. Запасайтесь хорошим настроением. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Новый год. Яркий и загадочный праздник, которого ждут и взрослые, и дети. В каждой семье его отмечают по-своему, со своим подходом и традициями. В следующем сюжете Елена Малоеван расскажет, как празднуют ночь волшебства аккерманцы. Традиции. От них никуда не деться. Герой фильма ходит с друзьями в баню. И чем это закончится, уже не важно. Главное, не нарушать устоявшийся порядок. Новый год в разных местах отмечается по-своему. У многих жителей Акермана тоже имеются свои обычаи. Николай ежегодно дарит людям радость. Он торгует зелеными красавицами. Встреча с самого праздника его семья подходит ответственно. Шампанское, оливье, елка. Ну и все. А что там? Подарки. Ну обязательно. Какие дарите подарки? Ну по заказу Деду Морозу. Такие просто такие дарим. Дети есть у вас? Конечно. И что обычно дети заказывают? Ой, сейчас телефоны, ноутбуки. В основном такое же, планшеты. Вот дочке 6 лет, она телефон хочет. Женовый, розовый. Сын, ну сын, естественно, ноутбуки там и всякое такое, поинтереснее, что там. Все, в принципе. Что уже купили? Жене шубу и кольца с бриллиантами, как обычно. А вам что дарят? А мне что попало. Ну как, я не заказываю. Что подарят, я оттого принимаю. Любым подарком рад. Обычно что дарят? Ну по-разному, по-разному. А цветы, ну как женщина. Цветы, джинсики, ботиночки, все нужное. Как видим, у семьи Николая и с подарками, и с встречей праздника все в порядке. А вот не Анила Архиповна все торжества встречает одна. Но она вспоминает, как было раньше, когда вся семья была в сборе. В ресторане нашем, где был этот дом культуры, там праздновали. Хорошо праздновали. А сейчас все изменилось, все не так. А какие подарки дарили друг другу? Ну то, что нужно было каждому, это и дарили. На новогодней ярмарке мы встретили Наталью, которая пришла, чтобы прикупить некоторые елочные украшения и лакомства. Женщина рассказывает, что для их семьи Новый год – это семейный праздник, который они обязательно встречают вместе с детьми и внуками дома. Также она рассказала о традиционных блюдах на столе и какие подарки дарят друг другу. Гусь, утка запеченная обязательно, ну и салат оливье традиционно, ну и пару новеньких салатиков, ну и все остальное там я стою по заявкам зятя, дочи и внуков. Скажите, подарки дарите друг другу? Обязательно. Какие обычно подарки? Ну обычно как бы все, что они пожелают, то есть по ихнему. Дети, у меня внуки хоть и маленькие, но я им буду дарить планшеты, такие настоящие как бы. Ну дочке, зятю там что-то, одеколончики, духи там, все что там. Ну и плюс денежку, конечно же, которая ничего никогда не помешает. А вот Виталий и Марина Новый год встречают дома вместе с сыном. Обязательно дарят друг другу самые ценные подарки. Поцелуи. Да, 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 да. А в основном мы будем говорить, мы привыкли к детям, там под елку, это самое, ну уже как к детям. Детё один, но взрослый, сейчас учится в Киеве, поэтому как бы приедет потом, позже, но на Рождество уже будем говорить так. Уже где-то Морозу не верит. Ну где-то Морозу уже, да, уже взрослый. А с новогодним деревом их семья вопрос решила уже давно. Они решили поберечь и природу, и собственные деньги. Елку у нас искусственную, мы купили уже почему, я объясню вам почему. Потому что уже смысла я не вижу, как бы покупать живую елку постоянно. Вот, мы купили, будем говорить, такую, два с половиной метра сосну, искусственную на седьмом километре еще. Ну и каждый год ее ставим, ну для себя, это не будем говорить. Ну еще, естественно, на вечерю, там приходят к нам еще вечерники у нас есть маленькие. Ну как маленькие, уже взрослые тоже. Вот, поэтому они уже привыкли к одной и той же, будем говорить так. А живую, ну смысла я не вижу. Ну как, как, ну хорошо, оно прекрасно. Лучше пару веточек, чтобы был аромат. Ну, а такого, будем говорить, фанатизма этого всего, я не вижу в этом такого, будем говорить, изюма, ну просто нет. Вот, конечно, как бы дома должна быть такая, елка. А как украшаете, вместе или кто-то один украшает? Если дома, то вместе, ну так по основному. Жена, да, да. Я или если ребенок дома, то ребенка просим помочь. Как оказалось, традиции неизменны. Хоть в каждой семье Новый год встречают по-разному, но любят и ждут этот праздник все одинаково. Елена Малаеван, Андрей Романовский, Анатолий Лукинчук, Бесарабия ТВ. В Белгород-Днестровском произошла авария. Об этом сообщили сами горожане в популярном паблике «Типичный Акерман». На пересечении двух оживленных улиц Первомайской и Маяковского столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. Кто виновен в дорожно-транспортном происшествии, пока неизвестно. А жители города призывают друг друга к бдительности и осторожности на дорогах. Канал нелегальной миграции перекрыли в Бесарабии. Вечером 22 декабря в 300 метрах от границы по направлению к молдавскому населенному пункту Валя-Пержей пограничники задержали двоих человек. Гражданин Шри-Ланки без документов и наш соотечественник пытались незаконно попасть на территорию соседнего государства. По словам иностранца, его обещали тайком переправить в Республику Молдова. А украинец, житель приграничного села, должен был ему в этом помочь. За свою неудачную попытку нелегал заплатил более 5000 долларов Соединенных Штатов Америки. О проблеме этих жителей Акермана мы уже рассказывали в наших предыдущих сюжетах. И вот пришло время к ней снова вернуться. Какой предновогодний подарок получили жители улицы Маяковского в Белгородне-Стровском, расскажет Елена Малоеван. Эпопея с реконструкцией тротуара по улице Маяковского длится еще с начала лета. Меняясь одна за другой строительной компанией и их работники, как оказалось, оставили за собой немало ошибок во время укладки плитки. Напомним, месяцем ранее в нашу редакцию обратились со своей проблемой жители 9 и 11 домов по улице Маяковского. Суть нашей проблемы в том, что при укладке плитки тротуара по улице Маяковского нарушен принцип оттока воды со двора внутреннего. Плитку положили на 15-20 сантиметров выше уровня двора. И теперь при любом дожде вся вода дождевая будет оставаться во дворе. И кроме того, что она будет оставаться во дворе, город, естественно, старая постройка, фундамент на домах маленький и вода при накоплении в 15-20 сантиметров уровня, она будет идти, что и в жилые помещения. Как тогда рассказал Юрий Васильевич, в первую очередь со своей проблемой акирманцы обратились в городской центр благоустройства. Там их внимательно выслушали и предложили залить свои дворы цементом, чтобы поднять до уровня тротуара. Таким образом, жильцы домов 9 и 11 предостерегут свои дома от подтоплений. И тогда их проблема решится. Поднять уровень двора, чтобы вода оттуда вытекала на плитку и сюда вот так вот. То есть другого варианта они не предусматривают. Да, поднять уровень двора. Как себе это они представляют, я не знаю. То, что нам предлагают поднять уровень двора, это нереально. Как можно поднять весь уровень двора, это первое. А второе при поднятии уровня двора сравнять с уровнем плитки, вода пойдет в дома, потому что фундаменты квартиры не поднимешь. Четыре квартиры вот во дворе у нас по улице Маяковского находятся под угрозой затопления при обильных осадках. На тот момент, когда наша съемочная группа встречалась с жителями улицы Маяковского и готовила первый сюжет, горожане собрали подписи соседей и написали письмо на имя мэра. С того дня прошло немногим больше месяца, и мы решили наведаться к ним снова, чтобы проверить, что изменилось. Сегодня мы отнесли заявление. На завтра уже пришли строители из ПТУ нашего, которые начали, ребята во главе с преподавателями, начали устранять данный недостаток. Сняли верхнее покрытие, углубили здесь вот этот въезд, вывели на уровень со двором и выложили по новой плитку, проделав при этом огромную работу, за что им большое спасибо. Как рассказал Юрий Васильевич, на их заявление отреагировали оперативно. Однако работу выполняли не строители, которые допустили ошибки, а студенты. Самих же горе-работников на тот момент люди не наблюдали. На работу времени ушло студентам около чисто, если чисто брать работу, около недели. Но в общем это вылилось три недели, потому что они начали делать. Два дня углубляли это, потом на два, почти на десять дней погода испортилась, зарядила дожди. Мы вынуждены были здесь остановить работу и создала неудобства некоторые и для пешеходов, и для нас. Но мы это пережили и сейчас довольны тем, что сделано и мы получили то, что мы хотели. Жители девятого дома переделанной работы остались довольны. И хотя стоит сухая погода и нет возможности проверить, уходит ли вода, Юрий Васильевич уверен, что все сделано на отлично. Сделали так, как мы и думали, что должно быть сделано первоначально. И теперь препятствий для стока воды во время дождя со двора не будет. Поэтому от имени двора жителей нашего двора по улице Маяковского 9 выражаем благодарность городскому главе и профессионально-техническому училищу, ребятам, которые здесь работали, во главе с их преподавателями. А вот жителям дома номер 11 по улице Маяковского тротуар перед двором укладывали заново. Работники уже новой строительной компании. И как отметил Юрий Руфович, эти ребята знают свое дело. Скажите, вы довольны работой? Да, все нормально. Переделали буквально за 4 часа. Всего лишь. В смысле за 4 часа? За 4 часа все это переделали. Подняли плитку, углубились и все выложили обратно. Всего лишь потратили 4 часа, чтобы переделать вот этот кусочек. Вот такой новогодний подарок получили аккерманцы от городской власти. Елена Малаеван, Андрей Романовский, Анатолий Лукинчук, Бесарабия ТВ. После более чем 5 лет судебных разбирательств, земельный участок, который Василию Ломаченко подарил родной город, наконец-то по решению Высшего хозяйственного суда Украины останется у боксера. Министерство обороны трижды проиграло олимпийскому чемпиону. Как все было, расскажет в следующем сюжете Татьяна Беженарь. Кто в это может поверить, что олимпийский чемпион будет жить в этой яме, на берегу грязного лимана, с его возможностями и состояниями. Музыка Нагадую, что справа идет по третьему колу. И все, в период первого колу, другого, суды первой апелляционной инстанции «Відбавляли позивачу, тобто прокурору, в задоволенні позивных вимог». Музыка «Вещий господарский суд Украины в складе колегии судов головы Личи Хедекиевской установил касационную оскарбу Министерства обороны Украины «Все не осталось, чтобы оставить достаточку удовольствия». Музыка «Все закончилось и теперь можно спокойно начать строительство дома и возвращаться каждый раз из Америки уже к себе домой». За цей час Василий Ломаченко встиг двічі стати олімпійським чемпіоном, вийти на професійний ринг та прославити не лише рідний Білгород-Дністровський, але й всю країну на весь світ. «Слава Богу, что так все закончилось. Почему? Потому что так как оно продолжалось круг за кругом, подавали Минобороны з прокуратурой новые судебные иски, я думал, что конца и края этому никогда не будет, что в этой стране ни руководства нет, никому, кому было бы просто интересно остановить судебский беспредел». Олег Артеменко – президент боксерського клубу «Акерман» та представник інтересів Василя в одній особі – єдиний, хто був із родиною Ломаченків у вирішенні цього питання до останнього. Разом із керівником юридичного відділу Білгород-Дністровської міської ради Сергієм Чернокульським, який нині вже став головою села Шабо, доказали право боксера на подаровану земельну ділянку. «Благодаря журналістам, благодаря Господу Богу свершилось те, что должно было давно свершиться. Ищерпаны у наших оппонентов все возможности, Верховным судом поставлена жирная точка. Ну, я думаю, что Василий наконец-то начнет в следующем году уже закладывать фундамент своего жилого дома». Сам боксер каже, знав, що справа завершиться саме так. Це питання часу, а тому варто було лише набратися терпіння. За словами Василя, чимало роль у тому, що судові тяганини нарешті дійшли логічного завершення, була й робота журналістів, котрі тримали це питання під пильним оком. «В принципі, це основна їх, наверное, робота і заслуга. Тому що, якщо б не було журналістів, якщо б не було камері освіщення СМІ, то я б боролся б на такому рівні місці. Друзі знали б, знайомі знали б. А так, о цій проблемі СМІ оглашало на всю країну. Об цьому слухали люди, об цьому говорили люди. І тут вже хочеш-не хочеш, коли йде якийсь шум про чомусь, і коли йде якийсь судовий розбирательство, в будь-якому випадку суддя вже задумається, стоїть лише, тим більше сьогодні в нашій ситуації, те, що у нас відбувається в країні, задумається вже, треба лише справедливе, або несправедливе рішення». Цей неймовірної краси пейзаж вже незабаром милуватиме око родини Ломаченко. Нині архітектор вже спланував, як виглядатиме будинок чемпіона. За словами Василя, зводити будівлю у стилі хай-тек розпочнуть вже у новому році. Головне, що всі спірні питання вже вирішено, і суд поставив крапку у цій п'ятирічній справі. Для мене родной дом був, де я вирос, у родителі. А це буде родной дом моїх дітей. Тетяна Бажинара, Анатолій Лукьянчук, Бессарабі ТВ. Анатолій Лукьянчук, Бессарабі ТВ. Дякую за перегляд!